Всем привет, с вами Артур и мы продолжаем проходить Dark Souls 2. С прошлой части я немножко, как вы можете заметить, подкопил душ. Сделано это для того, что, потому что я играю милишным классом, мне нужно немножко побольше левелов, чем магам, я уже это понял. И чтобы в будущем практически уже и не качать, потому что я думаю, ну, к концу игры у меня вот где-то будет левел 140-150, ну и все. И в целом-то это такой левел, когда уже и не нужно больше ничего качать, то есть можно и NG+, проходить со 150, и NG+++. Потому что, ну, это такой более самый подходящий левел для того, чтобы на тебя инвейдили, ты мог инвейдить, потому что все примерно с этим левелом ходят, насколько я знаю. Ну и в общем, сейчас мы вкачаем что-нибудь. А у меня еще есть, видимо, и эстус. Фляжка. Кусочек. Ну, а да, у меня голова светится, я просто помогал убивать босса, и чтобы не убивали людей, я просто одевал это кольцо. Тогда босс агрился только на меня, я там уж как-нибудь уворачивался, и в целом затаскивали по-быстрому его. И по 10 тысяч где-то давно, может быть не 10, может 8 тысяч экспо давали за босс. Ну, конечно, ждать приходилось, но в целом достаточно быстро накопилось. Так, что мы вкачаем? Я думаю, адаптацию до 12, физическую до 15, жизнь до 24, это до 20. И теперь, я не знаю, вот на самом деле силу качать или ловкость. Можно, конечно, сделать как-то наравне. Ну вот, примерно так пусть будет. И посмотрим, как нам будет удаваться драться с новыми противниками. Если что-то пойдет не так, придется перекачаться у старушек. Но я надеюсь, не придется этого делать. Так что проверим. И я не посмотрел, на самом деле, какой у нас там левел. 131. Ну вот, нам еще нужно где-то 9-19 уровней. Так, я думаю, наверное, это кольцо надо снять. Оденем мы... Ну, насчет баланса я не уверен, насчет физической атаки я не уверен. Я, кстати, узнал, что если помогаешь кому-то убить босса, ну или, по-моему, зачистить локацию, я не знаю, как там это одинаково считается или нет, то ты становишься человеком на самом деле. Так что иногда, если человечности мало, можно кому-то помочь убить врага, и ты вновь обретаешь человечность. Так, я думал, что в этой части мы пойдем за следующей великой душой, но я вспомнил еще про одного босса, и сейчас мы пойдем его убивать. Не факт, что это будет просто. Но, во всяком случае, я его убивал магом на НГ++, плюс, потому что мне нужна была магия для всех ачивок. Ой, я не сюда пришел. А до того я вообще не знал о его существовании, и... Ну, для меня было удивлением его встретить и огребсти хорошенечко. Так, это то место. Да, это то место. Тут крысы, да. Берегитесь, крысы, из них падают камни фароса хорошо. Но... Ядом они отравляют очень хорошо. Ой-ой-ой, как внесло-то щитом. Ладно, убьем его и полечимся. Насколько я знаю, это локация для инвейдов. То есть сюда могут к нам... Блин, вот и все. Сейчас меня убьют, наверное. Я потеряю человечность. Это на самом деле печально. Я думаю, там кто-то будет очень... О, говно. Что тут происходит? Он активировал, наверное, все камни фароса. И теперь мне будет плохо. Ну, где крыса? Я не выживу, честно, серьезно. Ох, нифига себе, у него еще и... Наверное, какой-нибудь НГ-плюс. Потому что этот урон... От мастодонта... Невероятный прошел. Ладно, пробежимся до него. Я думаю, он нас ждет там наверху. И в целом... Да. Крыски фароса. Ой, нет, все. Я тут не выживу. Можно и не париться. Ну, смотрите, он все камни активировал. Все мастодонты идут. Плюс тут есть окаменевшие враги. Они теперь, наверное, не окаменевшие. И он просто фармит эти хвосты за каждого побежденного. Но он сам ничего не делает, потому что просто мобы побеждают. Ну, в целом, человечность мы с этого не теряем. И ничего страшного. Но, как бы... Бред. Если в первой локации, где... Этот ковенант крыс еще как-то, ты там сам борешь. Потому что там только крысы, в общем-то, нападают. И пара путей... К подъему. А тут один путь для подъема. То есть нам тут надо до лестницы дойти. И... Если и так враги есть... Ну, вот. Да, ключ в камень фароса падает. Не знаю, надо поискать. Может, что-нибудь тут найдем, раз уж... У нас все равно только... Плюс тут какое-то время проходит после того, как тебя призывают серым духом, наверное. Минут пять. Может, чуть меньше, но... Этого хватает, чтобы уже дойти до костра. Я думаю, нам этого времени хватит. Заклинание какое-то подобрали. И что-то еще. Душу, наверное, какую-нибудь. На самом деле, за милишника играть крайне сложно. И я буду скоро очень сильно злиться. Потому что у меня ничего не будет получаться навозом. Но как-нибудь, я думаю, справимся. Хоть уж прокачал уровень неплохо. И теперь не сильно буду напрягаться. Правда, надо оружие закачать, пожалуй. Так, надо осторожно, чтобы не сломал ящик. Вроде это... А, он нажал на кнопочку. Замечательно. Я не знаю, что она делает. У нас что-то... А, может, он активировал эти стены. Ях, хозяин. Надеюсь, это все-таки не мимик. Ах, это не мимик. Смотрите, кнопочка, по-моему, отжалась. По звуку обломок титанита и еще что-то. Да, и стены задвинулись с колючками. Здорово. Ну, я не знаю, только этот монстр может... Ну, не монстр, но... Враг может по нему ударить. Еще один камень фарса. Или же мы тоже можем ударить, и это произойдет. Так, я не знаю, в каком пути лучше идти. По сути-то... Там вроде ничего и нету. Ну, вот эти вот, наверное, оживают. Вот, вот они сейчас стоят пока. Плюс, как вы видели, там всякие топоры летели. Я не думаю, что вот этот кидал их, потому что у него их всего два. Да, успокойся ты. А костер у нас где-то уже тут. Где-то тут должен быть туман. Тогда мы уже будем... Что-то типа неприкасаемо для... Инвейда. Вот, кстати, эти три камня открывают вот эту дверь. То есть, ну, если открыть, например, одну, то там... Только одна из этих трех частей откроется, а там... Мастодонт стоит. Веселый. Ну, как все плохо. Вроде силой прокачал, а урона-то... Не сильно прибавилось. Так, куда-то я не туда, наверное, пробежал. Может быть и нет, но... Скорее всего, да. Вот место. И босс на самом деле напоминает пёсика Сифа из первого Дарк Соулса своими атаками. Но есть определённая проблема. Проблема заключается в том, что на территории с боссом ещё есть эти четыре отравляющие крысы очень сильные. И надо их по-быстренькому шлёпнуть. О, хорошо, у нас хватает одного выстрела, чтобы... Ну, не всегда хватает. Теперь у нас проблема. Тихо-тихо, пёс. Видите, как отравляет? А ещё и пёс очень жестокий своими лапами. Тихо-тихо. Всё-всё-всё, теперь... О, боже ты мой. Хорошо, что лаву прокачан. Он вообще очень достаточно... Серьёзный босс. И лучше бы я снял броню, чтобы лучше перекатываться. Ну, хотя я и так неплохо перекатываюсь. Давайте без прицела с ним повозимся. Ох ты, нихрена. Хитрый пёс. Ну, урон хорошо по нему проходит. Сейчас он будет постоянно, наверное, лапами бить. И мы... Пока он там лапами бьёт, по его задним... Ну, хотя сейчас голова будет. Ой-ой-ой. Он, похоже, обоссался. Бежим. Я впервые вижу такую атаку. И не знаю, что она делает. Наверное, ломает мне и квыб. Но, как видите, похоже, мне повезло. И я ничего не сломал. Ужасный босс. Я и не думал, что он такой имеет. Давайте, там сейчас будет опять эта крыса из Ковенанта. Можно с ней поговорить. Ты вернешь. Я не нечастлив. Если ты обеспечиваешь твои правила, то зритель будет твой. Не, спасибо. У него, на самом деле, в продаже стандартные предметы в данный момент, как и в первый раз. То есть, там мох. Ещё какая-то херня. Не знаю, где-то спрыгнуть можно было. По-моему, там где-то предмет был. Но... Ну, да, может быть здесь. А, всё, мы пришли в место, где... Где дальше паучи их идти. Так, сейчас проверю кое-что. Ну, мы неплохо справились с боссом. У нас только... Что-то совсем мастодонт не дерётся. Ах ты, нихрена! Даже учитывая то, что я был в блоке, он как-то там замахнулся и ударил. Ну, кстати, мы можем ещё один левел качнуть, по идее, чтобы не потерять души. Хотя... Хотя... Давайте, наверное, в этой части... Ну, ладно, давайте попробуем. Есть два МПЦ, которые делают... Как бы... Необычное оружие за души, полученные с боссов. Но они не только оружие делают. Там можно поменять и на разные свитки магии. Но в этой игре нас за милишника интересует именно... Оружие ближнего боя. Заодно можно будет посмотреть, что они делают. Ну и... Так, а сколько у нас веток былого или белого? Не знаю. Былого, по-моему. Да, былого. Всегда, всегда путаю. Былого, белого. Какая разница? И сейчас я, кстати, могу потерять свою человечность, тупо упав у меня. Ух ты! А что это там внизу? Подождите. Погодите, а там внизу бегать можно? Или это выход из этого леса туманного? А, ну, скорее всего. Я просто подумал, нифига себе, никогда там не было, откуда там кровавые пятна. Ай-яй-яй, жирный. Так, ну, по идее, нам надо использовать здесь, на этой локации, еще в одном месте на этой локации. Но там мы сразу и вернем эту ветку. И одну в другой локации нужно использовать. Так что, окей. Оживим, меблюдка. И надо его теперь еще убить. Так что это все не так уж и просто. Успокойся, а. Блин, вот посмотрите на это. Какой у него урон. Почти фол здоровья сносит. Так, с этого моба мы получаем ключ-клык. Ключ-клык нам пригодится, чтобы открыть дверь в одном месте, где будет заключенная. Сейчас я доберусь до этого места, увидите заключенные. Потом она будет в другом месте, рядом, недалеко с паучихой. Я, по-моему, когда проходил, говорил о том месте. Будет продавать. Ну, хотя нам еще надо бы. Ой-ой-ой. Ой, давайте обманем их. Тут очень замечательное место. Нет. Ревно. Вот я и мертв. Они тут пройти не могут, на самом-то деле. Только где-то еще одна бочка. Наверное, за стеной там. Поплохо. А, нет, здесь. Ну, хотя я уже... А, ну, кстати, если мы тут, то... Везде бочки. Почему бы еще не поговорить с... Скорпионом? На самом деле, я узнал, что если одеть кольцо... Которое помогает слышать голоса, с ним можно поговорить. На самом деле, если бы мы поговорили с ним раньше, можно было бы и Нашку с ним убить. Она типа что-то вроде... Да, любовь и... Сейчас он нам дает за это два предмета. Но, на самом деле, один за то, что мы убили его любовь. А еще одна ветвь. И... За то, что мы убили паучих, он нам еще даст одну вещь. А, на самом деле, еще есть первое кольцо дракона. А, на самом деле, еще есть первое кольцо дракона. И третье кольцо дракона. Что есть первое кольцо дракона, я знаю только потому, что иногда оно мелькает в описании предметов при загрузке. Сам я его никогда не находил в этой игре. Я даже не представляю, где оно. А, третье кольцо находится где-то уже ближе к концу игры. Ну, а второе кольцо, оно достаточно неплохое, пока у нас нету третьего. Как бы совмещать их нельзя, то есть носить первое, второе и третье в разных слотах. Но, как бы, увеличивать здоровье, выносливость и максимальную нагрузку, то есть три в одном, это достаточно неплохо. Ну и, по идее, вроде все. А, ну, мы уже сняли кольцо, так что не можем больше с ним говорить. Но, он больше особо ничего и не говорит. Может быть, на самом деле можно его убить и что-то еще с него выбить, но пока до того и сейчас у меня нету желания это делать. Блин, все еще. Вот, видите, он, он умер. И, скорее всего, я полагаю, его убило проклятие. И вот еще один умер. Это забавное, на самом деле, место. Когда я был магом и... Когда я был магом и урон наносился этим врагам очень слабенький, потому что у них хороший резист против магии. Вот так вот, или пробегая мимо них, или стоя в проходе, можно было их легко убить. Что было достаточно забавно. Не забавно, но здорово. Так. Две бочки. Ладно, сломай их. Хотя уже и так проклят, но... А милишникам, на самом деле, с этими львами достаточно легко справляться. Ну, у них есть урон-то обычным. Хотя, если бы я бил бы, вот, например, не знаю, вот этим оружием, наверное, больше было. Ну, не больше, но почти такое же, потому что им огонь не сильно что наносит. Но зато я могу немножко дальше стоять. Ой-ой-ой. Вот вам и дальше. Выносливость-то больше снимается, за то, что я таким машу оружием побольше. Ну вот, используем еще на этого. Тоже, на самом деле, лев надо убить, но за ним будет сундучок, который я уже давно подметил, когда первый раз пустил. А в нем, по-моему, кольцо, что ли. Не помню, какое. Ну так, для порядка я его возьму. Потому что эти ветки... ...былого нам особо и не нужны. Будут в будущем, потому что их не на ком использовать. Там, вот, только вот в этих местах первых. А, тут мантия. Ну и еще одна ветка. То есть, как бы мы взяли мантию и... ...ничего не потеряли, потому что использовали ветку и получили ветку. А ключ нам надо использовать вот тут-то. Тут-точки. Кстати, забавный момент. Чувак с коляской уже с уехал. Я не знаю, как он тут на своей коляске ездит, но он очень профессиональный инвалид. Еще и в баскетбол играет, как некоторые в инвалидной коляске, но... Но это плохо. Странный вот этот вот удар. Я не понимаю, как он умеет... Вот. Вот, да. То есть, это надо два раза вперед сделать или как? Хрен его знает, на самом деле. А, вперед и вот... Мы будем считать это, что там, РБ на джойстике. То есть, атака... ...правым оружием обычная. Так, я думаю, я их лучше пристрелю. Потому что... ...умереть случайно я не хочу. Кстати, тут ничего не было. Но, скорее всего, если даже и было, я уже подобрал... Вот эта дверь. И вот наша пленница. Может быть, пленник, но по голосу пленница. Да и по имени. Ну, благо, где ее дом я знаю. И, в целом, тут у нас все. Теперь можно сваливать из этой локации. Ой, перед тем, как повидаться с этой... Ну, хотя можно даже сразу повидаться с птичкой. Чтобы найти ее, нужно отправиться в бухту Брайстоун Нижний Уровень. Это уже совсем последний костер перед Паучихой. И она будет как раз напротив. То есть, я полагаю, что этот костер сделан специально, чтобы было быстрее до нее добраться, когда она уже имеется у нас на примете. Давай давай быстрее дверь. И закрываем ее. Блин, нам дверь сломали. Да, не гуд совсем. Какие же они уворотливые, а? Ходят там. Ну, все, норм. А, я еще свои души, кстати, не потратил. Похоже, раз у меня 37 тысяч, я не мог на львах столько накопить. Но я оставил, чтобы на оружие хватило. Хотя одно она даст бесплатно, так что ладно. Послушаем. Я считаю, что я буду называть «блэксмэн». Я создал, что не нужно помочь. I create all manner of equipment. И... Экульн-техник, очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень. Но я тоже имею в виду. Я буду создавать одну вещь из твоего выбора. Мои силы не могут быть обычными. Я уверен, что они будут помочь тебе. Я не требую пациент этого часа, но ты должен принять мне потрясающую силу. Моя техника абсолютно требует. И я верю, что ты не понимаешь. Ну, кстати, неплохо. Может быть, куплю штучек 100. Даже 150. Потому что, потому... Потому что это неплохо. А ещё можно было бы купить огненных бабочек. Чисто чтобы факел зажигать в тёмных местах. Мало ли что. Ну, три заклинания. В целом-то не такие существенно крутые, но... Для коллекции можно и купить. Хотя и в другом месте можно найти, по-моему, все из них. Так. Усилить. Усилить. Тоже... О, кстати, можно наш лук усилить. Обломки титанита. Так. Кусок титанита. Блин, последний. Ну ладно. Ничего. И обмен. Вот. Она сейчас первая может бесплатно сделать. То есть из души забытой грешницы. Души паучихи. Два, кстати, из души паучихи можно оружие сделать. Или изогнутый меч или паучий шёлк. А. Паучий клык и паучий шёлк. А. Душа гниющего нож мясника. Такой же, наверное, нож, как у самого гниющего был. Это тот, который там, где статуи плюющие. А вот душа старого драконоборца. На самом деле это спорненько. Потому что он-то не... Ну как бы у него душа великого, конечно. Но смотрите. Это вот четыре предмета с трёх боссов. Которые мы получаем великие души. Помимо того, которого нам ещё одного осталось. Это там... Ну где... Яд. Потом так дальше, дальше идти. Ну кто знает, тот знает. Кто не знает, тот потом увидит. А драконоборец, он же... Ну как бы... Я полагаю, это они про Орштейна. Потому что это копьё всё же. И в целом в первой части такое же было. Оно достаточно длинное. Электрическое. Обычное ур... С обычным уроном. И это достаточно сильное оружие. Ну правда тут вот чудо нужно для него немножко. Но это в целом ничего. Но я не уверен, что у него... Серьёзная такая душа. Ну ладно, это всё же отступничество. Так что... Ничего там нам тут не надо. Просто знаем, что есть тут такой вот... Как она себя назвала, кузнецом. Сейчас ещё с ней поговорим. Ну и в целом... Когда у нас появятся новые великие души, можно будет к ней поприходить и посмотреть, что она ещё может нам предложить из этих душ. Может быть что-то интересное и может быть там... Именно для нас. Серьёзной амплодисты. Может быть, у нас вести свой мир души. Может быть. Что-то интересное и об этом. Может быть. Что-то интересное. По-моему,什麼. Какое. Есть Without Barок. Ой, о-динственной. Час-то не надеюсь, вам. Удас на острове. Но эта земля была once... вообще но в сессии я доставал душу вендрика когда играл за мага и им процент не проверил что она из нее может сделать не потом не сейчас и думаю до того как этим персонажем не заполучу эту душу вендрика проверять и не буду но возможно там и правда что это интересно хотя может быть просто длинный меч с которым этот вендрик и ходит но в будущем увидите ну и кто уже видел если просто такой длинный меч что ну это тупо на самом деле будет но атак ассоцией а вот и мистер 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 пенка патрицы на кей истинные но Но тут она на самом деле говорит про этого дракона, мнимого Сита, из первого Дарка, ну, скорее всего. Продолжение следует... Так, ну это уже, по-моему, она говорила. На самом деле, вот, пока я вот это все слушал, у меня появилась забавная, может быть, не забавная и, скорее всего, дурацкая идея. Как-то немножко соединить первый Дарк Соулс и второй, например, там какой-нибудь переход через время, как это было в первом Дарк Соулсе, когда мы отправлялись там Артория собить и так далее. Чтобы можно было... Ну что за говно я тут рассказываю, между прочим. Вот, переместиться в то время и, например, заполучить великие души всяких там этих Сита Ноговы и так далее. И если бы... Ну, как бы это, конечно, было бы неправильно, потому что наш герой должен их убить в первом... Ну, как бы там все равно разные реальности есть, как говорилось в Демон Солсе. И, то есть, каждая реальность, это... Она как бы настоящая, но у каждого она своя. И поэтому каждый полый, то есть, наш герой убивает там своих Сита Ноговы и так далее. То есть, можно было бы сделать какое-то, ну, типа DLC, дополнение, что переход из второго Дарк Соулса в первый, там ты получаешь душ, и тут уже в настоящем из этих душ делают какие-нибудь крутые оружия. Ну, и как-то связать первый и второй Дарк Соулс. Ладно, в любом случае... Качнем левел, не успеваем мы отправиться к еще одному кузнецу. Ну, я думаю, в следующей части вначале отправимся к нему и сделаем все. А пока качнем левел и продолжим уже в следующей части. А на пока всем спасибо за просмотр, удачи и пока увидимся. Такая была часть, можно сказать, дурацкая, обычного босса. Убили такого крысака еще одного и в целом ничего особенного, но в любом случае всем пока, увидимся в следующей части.